Добрый день дорогие друзья! У нас продолжается недельная глава Вайтханан. И мы сегодня смотрим. Написано, что есть семь народов Кнаана, которые не могут оставаться с вами, говорит, жить Всевышний. Они должны быть уничтожены. Вообще их не надо оставлять. В чем же дело? Значит, раньше это Тора не писала. И мы видим, что жила Врагам среди этих народов. И они говорили, что вовсе сильного ты среди нас. Но время шло. Всевышний сказал Врагаму, что еще не полна виновна Семарея. То есть не пришло то время, когда землю он отдает нам, страну Кнаан. И теперь пришло время. Они уже за эти годы столько сделали всего. Так занимались идлопоклонством. Что чаша весов переполнилась. И теперь Всевышний сказал, забирайте эту страну. Мало того, он говорит, что сына твоего не жени на дочери его. И дочь свою не выдавай за сына его. То есть даже нельзя переженить детей. Они не могут делать геюр. Раньше мы смотрим Игуда. Написано, что Игуда отошел от братьев своих. И женился. Взял в жены дочи Нокнаане, имя которого Шоа. И так дальше. Мы знаем, что она ему родила трех сыновей. И так дальше. То есть тогда это можно было допустить. Раньше. Хотя наши мудрецы говорят, в данном случае Нокнаане имеется в виду торговая. Терковец. А не говорится, кто он этот человек. Но впечатление текста, что Нокнаане женился на Кнаньянке. И есть еще мнение, что сыновья Якова тоже женились на Кнаньянках. Есть мнение, что они женились каждый на своей сестре по отцу. Каждый из 12 сыновья Якова родился с двойняшкой сестрой. И так женились. Это Раби Игуда говорит. Это есть мнение и такое, что на Кнаньянках. Но теперь это Всевышний запретил. Но если мы берем другие народы, Всевышний говорит, нет проблем. Можешь жениться. На дочерях Исава, брат он тебе. И даже на египтянах, пожалуйста, женись. Там есть определенные условия. Там на третьем поколении можешь жениться. Не делать Юр, там потом женится на таких же, как и они. Потом уже третье поколение можешь жениться. И это все законно, все отлично. Здесь кровь ни при чем. Здесь имеется в виду духовная составляющая. Насколько человек понимает, что это такое. Насколько он понимает, что идлопоклонство он оставляет. И все. Человек оставит лопоклонство. Понимает, что есть единый Бог. И проходит Юр. И может выходить замуж, жениться без проблем. Мало того, если человек принимает Юр, то его внук уже может быть первосвященником страны. Даже так. У нас есть еще примеры. Есть такой первосвященник Егошева. Был такой царь на Вахаднецар. Величайший царь. У него огромное количество стран было. Такого царя трудно поискать за всю историю человечества. И у него дочка. И были два лжепророка. Они ей сказали, что у нас было пророчество, что ты должна с нами спать. Но она к папе. Папа говорит, хорошо. Говорит. Если у вас было пророчество, то мы сейчас проверим, настоящие пророки или нет. Мы вас сейчас бросим в раскаленную печку. Если вы выходите из печи живые, то тогда действительно ваше пророчество правильно. Они говорят, только брось нас вместе с первосвященником Егошева. Он был праведник. Невероятно. Ну, на Вахаднецару какая разница, так еще одного брошу. Раскалили печь. Ну, и бросили всех троих. Те люди, кто их приносили к печи, они сгорели вместе с этими пророками. Они сразу сгорели. А первосвященник Егошева ходит в печи. И даже не один там ангел был. То есть, невероятная ситуация. Но, интересно, что? Пишется, что когда он вышел из печи, это чудо было невероятное, но одежда у него подгорели. Наши мудрецы говорят, а что это у него одежды подгорели? Говорят, потому что его сыновья женились на нееврейках. Тоже поступали не всегда законно. Даже я теперь священника. Женились незаконно. Видно, они ее не принимали. Так, женились. То есть, такие ситуации были. И мы читаем в Танахе, допустим, у царя Давида тоже были две сестры. Царуя и Авигайл пишется. Это мы читаем книги Писания. Книга Деврея Мим. По-моему, два. Деврея 1.1, а вторая глава. И написано, что Царуя родила Амасу, отец Амасы, и Терышмаэльтянин. То есть, казалось бы, шмейльтянин, как это может быть? Тоже такие ситуации есть. Ну, возможно, он июль принял. Мы это не знаем. И тоже есть там ситуация, что у Шейшана, тоже сказали на Игуды, не было сыновей, были только дочери. И отдал он дочь в жены египтянину по имени Ярха, рабу своему. Тоже пишутся такие, как он мог за египтянина отдать. даже пишутся о людях, которые понимали, что делают. гьюр приходится, все нормально это. То есть, у нас возможность пройти гьюр есть. Так, что у нас еще на эту тему есть? В Танахе. То есть, мы знаем царя Шлома. Он был величайшим царем. С теми странами, с кем он заключает мир, он берет оттуда себе жену. И дошло до того, что у него было 700 жен и 300 наложниц. Чем это кончилось, мы тоже с вами читаем. Написано, что Тора запрещает брать царю много жен, больше 18 жен. Потому что жены множат колдовство, пишется. Ну, мы знаем, кто такой был царь Шлома. Он был такой мудрец. Он считал, что он это проконтролирует. Никакого колдовства не будет. Действительно, пока он был молодой, ничего и не было. Но время приходит, и он, конечно, состарился и ослабел. А его жены были воспитаны в традициях своих родителей. И они начали строить идлопоклонческие храмы. царь Шлома просто смеялся над ними. Ну, это смешно, глупость какая-то. Но весь народ же не был такой мудрый, как царь Шлома. И люди начали ходить в эти храмы. И началось идлопоклонцев в стране. даже дошло до того, что мудрецы решили не включать книги царя Шлома в тонах. Но после этого подумали. В них есть фраза «Бойся Бога и соблюдая его заветы, потому что в этом вся суть человека». И эта фраза стала ключевой. И поэтому три книги царя Шлома. Мы знаем Мишлей, притча, книга притча Стас Толмона, песнь песней Шира Шрим и книга Кагилет. Это его книга, когда он уже в старости писал. Все суета, суета, сует. Вот эти все три произведения на сегодняшний день у нас есть. Вот так. Всем шаббат шалом, всем всего самого наилучшего. Всем Брахам Проноса Кавана мазал то, что мы это время не грешили, изучали Тору. Урок был нас за поднятие души моего папы Яков Бен Ахум, моего дяди Владимира Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Хаймал Кабад Йосиф, Мир Бен Абад Аврагам, Роза Бен Михаэль, Самый Бен Герш, Память Юрий Бен Харитон, Мендель Бен Надежда Бат Йосиф, Здоровья Судла Абад Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Бер Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бат Софья, Дворь Бат Мир Моисей Бен Ева, Ирина Бат 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 Иосиф Бен Раиса, Инесса Бат Моэль, Евгений Бен Берт Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннад Бен Лена Леор Бен Клара Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазла Парна Сгула Ирина Батури Арона Ре Бен Ри За хороший дух Арон Ре Бен Двойра Денис Бен Нахом Амигаль Бац Парна Брют Владимир Бен Рая 15.30 Салом